вот школе объявлена такая троица до святая знать уметь понимать вы когда говорите про обучение вы какую часть вот вот это это очень интересный вопрос насчет знать и уметь разделение знать и это разделение которое идет от аристотеля было два знания одно знание патрицианское высокое это знание которое не имеет отношения к какого-то низкому труду на а существует практическое знание знание рабов знание рабочих и так далее так далее это совершенно другая и поэтому этому занимались числами на теории машины механика этому существует два типа знания патрицианская это но и низко так вот чепуха это полная на самом деле любое знание это умение что-то делать потому что нельзя получить знание впрок для для того чтобы что-нибудь когда-нибудь сделать потому что вы не будете знать вообще чего просто мы иногда думаем что умение оперировать со знаками это не совсем умение это такой же и вот это мол знания оперировать со знаками вот умение это какой-нибудь машину крутить а знание это ну это для мозга это одно и то же верно и это в общем крупным психологом и педагогом вот например дэви было ясно примерно лет сто с чем-то назад сейчас мы просто четко видим там в голове не образуется ничего никаких кусков памяти никакого опыта никаких знаний если они не на про не направлены достижение конкретного результата того что тебе надо просто получить просто вообще знание нельзя вы можете получить знание добиваться чего-нибудь какого ну да это как раз обосудившего до этого говорили поэтому никакого патрицианского знания по существу не существует и и там плотницкого знания эти это один и тот же тип знаний нас ну да знать уметь а третье понимать а понимать понимать вот это самое трудное потому что знать уметь мы все-таки можем легко проверить на сознание умением и вроде разобрались что это ну да но сейчас я только к этому одну вещь скажу что кажется что самое главное это научить понимать но проверка понимания она самое трудно и получается что вот в школе всех интересует школа до егэ все там как раз проверять знания и ну иногда умение умение оперировать меньше там преобразовывать не понимая что и такой калькулятор из себя изображать там да если про алгебру речь и про остальные предметы часто вот это вот это нужно знание но ведь знание сейчас в компьютере умение все больше к роботам даже ну как если современному человеку не нужно уметь там разводить костер то через там пять лет не нужно будет и водить машину а вот понимать тут никуда не денешься это в общем постановка задачи и в любой задачи есть как бы вне логическая часть и и да когда мы отбрасываем все неважно потому что я не могу решить ни одной задачи вообще тогда полностью я должен сказать что там какое-нибудь влияние притяжение луны ним не важно здесь это я заранее должен сказать до решения правильно вот это вот понимание что важно что неважно до построения модели вот это проверять то и не умеют на самом деле я вам скажу вы когда заказали о понимании то я внутри себя за хихикал почему я захикал потому что я этого слова вообще боюсь понимания сейчас объясню почему потому что она здесь использована по всей видимости а в довольно бытовом смысле ведь всем понятно что такое понимать но как только вы начинаете думать о том что это значит это оказывается сложнейшее мусор логично как как конечно но у вас же леонтьев сказал понимать уметь пересказать другими словами мы действительно анекдот когда перескажем мы не помним это очень просто я знаю крупнейшего специально по пониманию и это мой хороший знакомый я бы даже сказал приятель виктор владимир знаков он самый крупный специально для понимания так вот чтобы его книгу понять о понимании это нужно очень здорово все понимать а нужно потому что это да это это сложнейшая концепция понимания она там столько видов этого понимания там настолько сложный механизм понимание это все концепции хороши когда они бытовые как только ну конечно да над ними думать да даже не концепции понятия мы там математика начинается с понятия множество например посмотрите определение множество там будет просто автология совокупность так как что это нормально так вы знаете у нас же голова вообще напичкана кучей всяких вещей которые мы только думаем что мы знаем что такое вот все наши так называемые концепции которые у нас гаран например умный человек вам же понятно что такой умный человек но попробуйте определите и у вас сразу на дополнительных куча проблем и вы увидите что это описание умного над которым вы никогда не думали таша нового сформировалась в жизни само по себе она у вас на самом деле ужасно сложная а потом когда я начну изучать что такой умный человек в россии и умный человек в японии и умный человек например в сша то вы увидите что это совершенно разные умные люди но я вам могу сказать просто эта проблема не немножко знакома это называется имплицитные концепции у человека то есть концепция которую он не может их содержание на самом деле раскрыть мне кажется мозг решает в общем мы в продукт эволюции нам нужно если мы на этой концепции стоим с вами да то нам три задачи решить нужно как добыть энергию съесть что-то как не стать энергией для кого-то и размножиться правильно вот он первые два пункта это выжить да вы же говоря выжить раз нужно дано так я до выжить разно теперь для этого нам нужно все время определять что важно что нет значит любое выделение важного это концепция эта теория это стереотип как угодно можно за для меня понимание это узнавание в новом старого больше ничего сделать не могу у меня есть старая теория старый стереотип алгоритм как угодно называть это все наши слова там внутри что-то другое но смысла я говорю окей я понял шутку потому что я что-то в этом роде знал я приложил из трех четырех составил все я понял вся математика состоит из этого что два пешехода из разных пункта б и два крана наливает бассейн это одна и та же задача один раз я понял как сводится к уравнения проблем нет так что какие тут проблем вот конструктивно на бытовом уровне я кажется объясню что такое ну вот мое понимание понимание она конечно может отличаться от того что понимает специалист потому что для него куча еще деталей важны для меня опять же понимание понимания выделил важно говорю я умею решать задачу джеймсовская да такая концепция на умею решать задачу все все эти идеалистические штуки платона меня не интересует я хочу построить трактор мне не важно что я не могу предсказать даже бильярд на столе не моя задача я хочу построить так то он будет пахать все чем плохо ничем вообще существует два типа науки 1 я бы назвал собственная наука а вторая так называемая обыденная наука фольк-сайенс обыденная наука или обыденное знание и это это знание существует у всех людей в голове они все формулируют и бывает обыденная медида же любого возраста абсолютно всегда мир сбалансирован на обыденная психология обыденная физика обыденная химия там что хотите существует обыденное знание это обыденное знание частично основана на опыте вашего общения с миром частично основана на собственно науке которые вы услышали прочли и так далее так далее что интересно что у ученого в голове тоже есть и то и другое знание и если это научное знание начинает противоречить его обыденному знанию, то возникают проблемы. Подгоняют результат, часто бывает. И часто обыденное знание определяет его научные вопросы. Вот, например, у нас есть более-менее сложные рефлексы, все стимулы, наше поведение, суть реакции и так далее. Когда у вас это в голове с детства, а об этом вы слышите и по телевизору постоянно, и в книжках читать. Ну, или в завуалированной форме. Абсолютно. То вам формулировать идеи даже в науке другого типа, это усилие, вы должны постоянно себя ловить на том, что опять я скатился туда. А скатываешься часто, потому что... А потом, конформизм же у нас сидит, мы бы иначе не были членами общества, были бы какими-то идеями. Точно вы говорите. И даже известны механизмы в голове, которые заведуют тем, что как только вы узнали мнение общества, то вы тут же меняете свое мнение. Я знаю эксперимент, вы-то его хорошо знаете, но это всем, наверное, будет интересно, что там белый черный шарик. Если до меня девять человек назвали белый черным, то когда мне его предъявляют, или я долго не могу назвать, а то еще и назову черным белый шарик. Да? Есть же такие эксперименты? Да-да-да. Ну, такого типа, так скажем. А уж тем более, там все-таки белый и черный, это, как бы, скажем, сильно видно. Да, конечно. А представьте себе, когда показывают фотографии женских лиц мужчинам, и они называют, ну и наоборот. Да. И испытуемые называют его либо симпатичным, либо несимпатичным. Более симпатичным, меньше. А потом его знакомят с мнением европейского сообщества. Ну, там, провели в Европе эксперименты, и вот люди оценивают это лицо так. Так он в следующий раз, когда ему показывают лицо, у него сдвиг в сторону европейского сообщества происходит, да? И более того, определено, как работает мозг, чтобы этот сдвиг произошел. То есть, иначе говоря, вот это конформизирующее влияние социума, оно даже на мозговом уровне уже показано, как это... Так у нас вообще полно социальных влияний бессознательных. Нами руководит социум, а мы этого, слава тебе, Господи, совершенно не замечаем. Прежде всего, он руководит, когда мы язык учим. Словами можно выразить небольшую часть того, что мы думаем. То, что мы чувствуем. Много. Знаете, какой мне пример в эту сторону? Что если мастера слова, для того, чтобы выразить какие-то свои мысли, тратят вот такое количество бумаги, тома, значит, все-таки они там в этих томах выражают то, что трудно выразить словом, да? Война и мир там возьмем. Лучше просто взять. Там событий-то, в общем, ты и забываешь, какие события, но ничего он выражает что-то другое. То, что словами нельзя. Так бы написал на одной страничке, да и все. Правильно? Да, частично с этим связано, что мысли изреченные есть ложь. Потому что, когда вы формулируете, вы загрубляете обязательно. Это же вообще умение выразить свою мысль, это то, что вот я студентам объясняю. Вот ты думаешь правильно, но ты не можешь выразить мысль. Это совершенно непросто, потому что та вот огромная пирамида, которая у тебя в голове, ты только очень небольшую часть можешь... Поэтому существует музыка, балет и прочее. Да, да. Знаете, как бы я определил? Я думаю, что Знаков меня простит за непрофессиональное оборудование. Я не понимаю. Вот. Я бы, знаете, как определил? Я бы определил понимание, как умение оперировать теми знаниями, которые у тебя есть, в нештатной ситуации. То есть не в той ситуации, в которой ты его сформировал. То есть иначе говоря, вас учат делать что-то, а потом вы поменялись условия, и вы должны это сделать. Достичь того же результата. Ну, неловко при профессионале себя цитировать. Но я все-таки скажу, что я же сказал, понимание – это узнавание в новом того, что ты знал уже. Да, да. Да, что-нибудь. Узнавание. Да, да. Ну, какой-то уровень понимания. Да, да. То есть это возможность достигать результат в новых условиях, использовать то, что у тебя есть. Тогда это вот мы можем нам дать понимание. Про ЕГЭ еще вообще, про экзамены мне интересно. Вот экзамены вообще стимулируют или только пугают? Все-таки для того, чтобы что-то учить, нужен… У меня-то свой ответ есть, естественно, но мне хочется профессиональной, да, что там наука говорит. Они вообще для кого экзамены? Для Минобра? Ну, или для учителя, там, ну, в общем, для официальной такой структуры, или для ученика? Значит, существуют эксперименты, которые мне не нравятся, потому что они показывают, но они это показывают. Значит, если у человека существует память какая-то, как ее улучшить? Можно делать повторы. То есть, вот ты, ты вот, там, какой-то список слов повторяешь, повторяешь, повторяешь. А можно проходить тест. То есть, ты используешь это знание для того, чтобы ответить на вопросы, связанные с этим списком. Во втором случае память улучшается. В первом гораздо меньше. То есть, получается, что экзаменационное тестирование вообще память может улучшить. Да. А вот этот сам стресс, как его преодолевать? Вам сложнее оперировать с памятью, когда вы волнуете. Что делать? Получены очень яркие результаты. Детей, 9 класс, просили, просили написать за 10 минут до... Сначала проводили первый тест, получали некие, ну, оценки, так, баллы. Потом давали им 10 минут, и за эти 10 минут они должны были написать, что они чувствуют. Вот как они боятся этого экзамена, почему они его боятся. Да, 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 да. Это я бы назвал сеанс самопсихотерапии. То есть, поведать кому-то, в данном случае, листку бумаги, что с тобой происходит. А потом следующий тест. И оказывалось, что их результаты достоверно улучшались после того, как они опишут, как они себя чувствуют. Ну вот. А если им давали написать просто текст, ну, напишите какую-нибудь улицу, и они описывают, то этого эффекта не было. То есть, иначе говоря, первое, волнение и страх уменьшают показатели, потому что оперирование с памяти ухудшается. Второе, это можно снять путем 10-минутной процедуры. Но это видимая часть, вот это то, что снятие, что память ухудшается. Ухудшается многое другое, просто память легко проверить. А вот само понимание ситуации может ухудшаться. Потому что я под стрессом, я знаю, что нужно какие-то примитивные, ну, бежать или прятаться, или притвориться камешком, там что. Вот в связи с этим все-таки правильным ли будет такой рецепт? Ну, вот часто родители, ребенок не понимает чего-то, родители начинают злиться. И дальше раскачивающая ситуация. Ребенок не понимает еще больше, потому что стресс, он чувствует, что родитель злится. Даже если родитель не кричит, потому что если кричит, то совсем все плохо. Что тут порекомендовать? Я рекомендую всегда, поправьте, такую вещь. Заинтересуйся сам, почему он не понимает. Как только ты заинтересуешься, как ученый такой местный, вот семейный ученый, у тебя у самого пройдет стресс, недовольство, ты скажешь, а, так нужно какой-то другой путь. То есть нужно в себе вот самому интерес, почему непонятно. То есть вызвать свое непонимание, почему непонятно, и стараться с ним работать. Тогда ты поймешь, почему он не понимает, что непонимание – это тяжелая штука. Тебе же тяжело, что он не понимает их, помоги ему. Вот это вот включить помощь. Я с вами согласен. Во всяком случае, это один из способов. Но точно, я использую не научное слово, но точно злиться и кричать на ребенка – это абсолютное безобразие. Ну как из этого выбраться? Это просто глупо. Потому что ничего, кроме еще большей регрессии, вы не получите. И раскачиваешь ситуацию. Да, да, да. То есть, ну, я говорю, что, может быть, себе понять, что ты же не понимаешь, почему он не понимает, и зайнись-ка вот этим. И тогда переключишься и успокоишься, и будешь вместе работать над этим. То есть эта ситуация сразу развернется в сотрудничество, не пики друг на друга, а вместе куда-то. Мы вместе вот хотим понять что-то. Ты это, а я то, почему это непонятно. Ну, наверное, такое можно... Вот слово сотрудничество очень правильное. И я бы сказал, особенно в нашей культуре. Потому что при нашей ментальности, но не всех людей, но значительного числа, кооперация значительно лучше, чем конкуренция. Спасибо большое. Мне было интересно. Мне тоже. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok